Нехватка сна провоцирует увеличение веса. Нутрициолог рассказала, как это связано. Сон оказывает огромное влияние на самочувствие, внешний вид, здоровье и настроение человека. К тому же если человек спит меньше нормы, то это может способствовать набору веса. Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Инстаграм. Как сон влияет на увеличение веса. По ее словам, в среднем человеку, необходимо 7-9 часов сна в сутки. В частности если человек спит меньше нормы, то происходят гормональные изменения, увеличивающие склонность к ожирению. Исследования показывают, что треть взрослых, в возрасте от 30 до 64 лет спят, даже менее 6 часов в ночь, говорится в сообщении. Что происходит с организмом, если спать менее 7 часов. Повышается уровень гормона голода, грелин. Уменьшается выработка гормона сытости, лептин. Мозг получает ложное ощущение голода, и мы компенсируем эти недосыпавшиеся часы едой, обычно простыми углеводами. Нутрициолог говорит, что в обработанном ею исследовании участникам разрешали спать, по 10 часов в течение двух ночей, а затем сократили их сон до 4 часов еще на 2 ночи. Оказалось, что после нехватка сна, уровень грелина у них повысился на 28%, лептин снизился на 18%, уровень голода увеличился на 24%, а тяга к пище с высоким содержанием углеводов выросла на 39%. Сон и стресс. Также есть еще кортизол, гормон стресса. От природы уровень кортизола в организме достигает, своего пика, ранним утром, в период с 6.00 по 8.00 час, и снижается в течение дня. Это и дает человеку чувство бодрости, и сильного прилива энергии. Если человек не досыпает, то уровень кортизола, снова повышается во второй половине дня. Как и во время стресса, ее тянет на быстрые углеводы. Соответственно после очередного перекуса уровень инсулина повышается, что заставляет запасать больше жира в организме. Поэтому гормональные изменения, происходящие после плохого ночного сна, не только повышают аппетит и тягу к фастфуду, они также заставляют нас накапливать больше жира, добавила Волошинович. В общем, когда начинает садиться солнце, то вырабатывается гормон сна меланин, который и подавляет кортизол. Выработка меланина очень сильно зависи. Больше всего меланина, производится в период с 23.00 до 3.00. Поэтому нутрициолог советует засыпать, после 22 часов. Ранее кардиологи рассказывали, какая продолжительность сна лучше для здоровья сердца. Также мы писали, что произойдет с вашим организмом, если вы начнете регулярно высыпаться.